Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Меня зовут Александр. Перед вами смартфон под названием Cubot H1. Данная модель является недорогим бюджетным смартфоном с большим аккумулятором. Здесь 5200 мАч аккумулятор. Интересная модель, по моему мнению. Баланс цены, баланс технических характеристик, качество, хорошие сборки. Поставляется модель вот в такой вот коробочке. Здесь вот есть кое-какая информация о технических характеристиках этого смартфона в комплекте. Давайте рассмотрим. Есть вот такая вот пленка. Если честно, что это такое? Когда я увидел, как эту пленку клеить, вы поняли, да, что это такое? Я не называю это вообще пленкой, это просто что-то непонятное. Хорошо, что на экране смартфона от производителя есть хорошая пленочка. Именно под этот оригинальный экран, несмотря на то, что здесь 2.5D технология, пленочка вот такая вот, таким вот образом сделана, что она просто так не снимется, не слезет. Далее пакетик к смартфону. И стандартная комплектация. Это зарядка. USB кабель, OTG. И зарядка у нас идет вот такого формата. Зарядка на 2 А. Зарядка заряжает смартфон довольно-таки быстро. Мощная, нормальная зарядка. Но о качестве судить у компании Cubot. Что там с аксессуарами у них не берут. Перейдем к смартфону. Хорошо, что в комплекте поставляется вот такой вот силиконовый бампер. Очень удобно ним пользоваться. Он защищает смартфон и во время падений, и просто удобно пользоваться. Мне, например, чехлы книжки не нравятся вообще. Модель имеет большой дисплей. Это 5.5 дюймов. Это 2.5D стекло. Вы видите, какого формата. Это стеклышко. Оно такое закругленное по ободкам. Наклеена пленочка. 5-мегапиксельная фронтальная камера с интерполяцией до 8. Разговорный динамик. Есть датчики приближения освещения. И индикатор пропущенных действий. Здесь у нас 3 сенсорных кнопки. Кнопочки эти подсвечиваются довольно-таки ярко. Меню домой-назад. С этой грани у нас есть качелька громкости вверх-вниз. Сверху у нас инфракрасный датчик. Разъем под наушники и microUSB разъем. Тут кнопка включения-выключения. Панелька вот такая вот выполненная, интересная. Снизу нет ничего. Микрофон у нас располагается вот здесь. Задняя крышка выполнена из пластика. Основная камера на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. Был приятно удивлен тому, какого качества делает фотографии и видео данный смартфон. Это модель бюджетного класса. В Китае стоит порядка 130 долларов. В Украине цена в районе 4000 гривен. Аккумулятор здесь у нас съемный. Он огромен. Он большой. Он 5200 мАч. Поддерживает данная модель. Работу двух сим-карт. И есть слот под карты памяти. То есть с этим никаких проблем нет. И вот такую вот динамику смартфона. Начнем обзор с того, что я скажу, что когда первый раз взял этот смартфон в руки и включил его, был приятно удивлен тому, как отображает картинку данный дисплей. Дисплей выполнен по технологии IPS-OGS. То есть здесь нет воздушных прослоек. Можно поменять какую-то более яркую картинку, чтобы вам было видно. Ну вот такую это максимум. Она тоже не яркая. В общем, экран с темными картинками выглядит очень-очень даже ничего. Здесь нет воздушной прослойки, поэтому углы обзора максимальные. Цветопередача мне очень нравится. Ну такой приятный, хороший экран. По техническим характеристикам, конечно же, как вы уже могли догадаться, это не топ 2016 и даже 2015 года. Это бюджетный вариант. Здесь современный 5.1 Android. Здесь бюджетный процессор MTK6735P. Это довольно-таки средненький процессор. Это процессор, который ставят на автономные смартфоны. Он энергосберегающий. То есть производительности будет достаточно для выполнения средних задач, для игр слабеньких. В какие-то игры типа Asphalt 8 я вам покажу, как эта игрушка запускается. Но я запускаю ее на максимальных, чтобы вы понимали, что можно будет снизить графику и поиграться на средних или низких настройках. Здесь HD-экран, 13-мегапиксельная камера. В этой модели 2 гига оперативки и 16 встроенных. Есть карта памяти, но с прошивкой карточка работать не будет. Вы сможете ней пользоваться просто как накопителем. Графический ускоритель Mali-T720 тоже посредственный. Мультитач у нас здесь идет на 5 точек касания. Вполне достаточно этого. Из датчиков есть различные функции. Датчик приложения освещения, датчик ориентации, магнитное поле, гироскоп. И в основном каких-то таких интересных датчиков у нас нет. NFC не поддерживает. ОТГ разъем есть и инфракрасный порт в этом смартфоне тоже есть. Прошивка у нас полностью с русским языком. Прошивка полностью адаптирована для работы в Украине. То есть у меня стоят две моих карточки. Видите, что сразу можно включить 3G интернет. У нас есть в городе 3G интернет. Все супер быстро работает. Отлично запускается. Прошивка полностью с русским языком. Не помню, есть ли украинский язык. То есть это абсолютно не проблема. Прошивка обновляется, если будут выходить обновления. Но на данный момент это самая актуальная прошивка для этого смартфона. Звучание я смотрел различные передачи на YouTube. Очень громко, солидно. И на таком большом экране это все очень приятно просматривать. Датчики приближения освещения работают нормально. Но я принципиально не пользуюсь датчиком освещения. Потому что мне проще пользоваться смартфоном с постоянным уровнем яркости. Звучание смартфона хорошее. В наушниках тоже довольно-таки неплохо. В целом компания Cubot сделала модель H1 довольно-таки неплохим вариантом. За такие смешные деньги. Относительно, конечно же, это все. Производительность. Я вам обещал показать Asphalt 8. Пусть он будет запускаться пока. Пока скажу то, что есть очень много моделей сейчас автономных. Есть DOOG Home Tom серии HT5, HT6 и так далее. Модели в принципе собраны на одном и том же железе. На этом MTK 6753. Но в целом я не могу выделить каких-то достоинств у этого смартфона перед ними. Просто он мне нравится внешне. Мне нравится, что и выполнено стекло по 2.5D технологии. Внешне он приколен и аккумулятор реально классно держит. Асфальт 8 не будет он запускаться на максимальных настройках как по маслу. Тут не тот процессор установлен. Сделал акцент в смартфоне не на то. Ну вот. Графика у меня стоит на максимальных настройках. Для понимания того, что если снизить все-таки настройки, то вы сможете поиграться нормально. И будет нормальный FPS. И ничего не будет подглючивать. Это нужно тоже понимать. FPS низкий. Частота кадров недостаточная для нормального комфортного использования смартфона. Однако, если вы снизите настройки, допустим, на средние или на низкие, то 100% вы с этим смартфоном сможете без проблем играть в современные игрушки. Я тестировал работу аккумулятора. Это был один из самых важных моментов в этом смартфоне. Потому что, ну, это заявленный автономник, и он должен ему соответствовать. И он ему соответствует. В Antutu тестере эта модель показала 11409 баллов. Мне кажется, что Lenovo P780, тот, который до недавнего времени был лидером в этом показателе, и THL 4400, показывали примерно плюс-минус вот такие данные. То есть, такого результата будет достаточно для пользования смартфоном. Если будет активное пользование, ну, вот именно максимально активное пользование, то это будет два дня. Если же это будет умеренное пользование, если там пользоваться ним как смартфоном, как телефоном, в первую очередь, для разговоров, то это будет 3, 4, 5 дней, может быть, даже неделю он продержится. То, что здесь крутой, действительно крутой аккумулятор, никаких сомнений у меня не вызывает, и вам тоже сомневаться не за чем. Тестировал я также GPS, потому что экран большой, смартфоном возможно пользоваться в машине, и GPS на таком экране будет отображаться, навигация отлично. Поэтому с GPS тоже никаких проблем в этом смартфоне нет. То, что меня действительно удивило, это какого уровня камера в этом смартфоне, какую камеру сделал производитель. Я эту модель одновременно тестировал вместе с Xiaomi Redmi Note 3 и записывал из тех же точек, делал фотографии из тех же позиций. Здесь камера какая? Здесь идет, она от производителя заявлена 8 Мп с интерполяцией до 13, вот основная, и видеозапись у нас идет в формате Full HD. Сейчас это точно проверю вместе с вами. Так, сведения. Нет, видеозапись у нас идет в формате HD. Фронталка у нас идет на 5 Мп, но опять же с интерполяцией до 8. Я хочу сказать, что камера очень и очень даже классно делает снимки, и макросъемку, и обычную съемку. Вот такая погода у нас сегодня на улицах. Все классно видно. Камера снимает четко. Ну, мне действительно эта камера нравится. Она не мылит, матрицах отрабатывает с софтом очень хорошо. Картинка четкая, без каких-либо проблем. Вот такие вот лавочки у нас в кривом роге. Можно посидеть без проблем, в принципе. Видео записывается в формате HD, но качество тоже мне очень понравилось. Дело в том, что во время записи, вот как оно в онлайне, скажем так, ты держишь смартфон и записываешь, то качество как-то вот кажется, что типа как-то не очень. Но когда ты потом включаешь это видео и просматриваешь на смартфоне, либо на компьютере, то очень даже, опять же, получается классное качество. Мне камера в этом смартфоне понравилась. Наравне с тем, какой экран, и наравне с тем, какой в этом смартфоне аккумулятор. В принципе, все. Cubot H1. Я считаю, что модель очень достойная по своей цене, и найдет она своего покупателя. Это бюджетный автономник, это недорогая модель с 2 гигами оперативной памяти, 16 у него встроенных, MTK6735P. С классной камерой для данного ценового диапазона и с шикарным аккумулятором на 5200 мА. Продолжение следует...